Погашение задолженности за природный газ вновь выходит на первый план. Сегодня этот вопрос обсуждали в Доме правительства, на седании Комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии. Долги районов, городов и коммунальщиков республики перед газовиками растут как снежный ком. Их задолженность на 1 ноября составила 478 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом долг вырос на 88 миллионов. Практически ни один график погашения задолженности муниципалитетами пока не исполнен. Чебоксары должны снабжающей организации 110 миллионов. И долг продолжает расти. На втором месте в черном списке находится Шумерля. Этот город задолжал Газпром Межрегион Газу Чебоксары 103 миллиона рублей. Со всеми администрациями и те обсуждающими организации, которые имеют значительную задолженность, Газпром Межрегион Газу Чебоксары заключил графики погашения задолженности за природный газ. Следует отметить, что на сайте Газпром газораспределения сегодня имеется открытая информация в целом по субъектам Приворского федерального округа. Это наиболее крупные предприятия, которые имеют задолженность более 10 миллионов рублей. И вот из 166 проблемных потребителей Приворского федерального округа, 6 теплооснабжающих организаций – это по Чебоксарской республике. Положительная динамика по погашению долгов наблюдается в городе Канаше и Красноармейском районе. А в Батаревском, Комсомольском, Маргаушском, Чебоксарском, Шумрушинском, Ядринском, Янтиковском и Яльчиковском районах проблему по расчетам запотребленный газ отсутствует. Говорили о другой проблеме. Объекты коммунальной инфраструктуры, те же самые котельные, которые раньше принадлежали муниципалитетам, теперь переданы в частные руки. У некоторых предпринимателей нет опыта работы в этой сфере. Но есть большое желание получать прибыль, не вкладываясь в модернизацию объектов. Как следствие, местные администрации районов и городов не имеют рычагов управления этими структурами. Прямое вложение бюджетных средств в эту сферу, оно будет ограничено только какими-то целевыми субсидиями. Допустим, если тариф утвержден, служба по тарифам не рыночный. И, соответственно, это доказано, что он не рыночный. Соответственно, мы регулируем это и мы должны предусматривать эти средства. Остальные вещи, все-таки, они будут реализовываться на рыночных основаниях. Об этом Олег Иванович четко сказал. Допустим, такие мероприятия мы закладывали, проводили через, соответственно, бюджет. И вы, как депутаты, это все знаете. Все говорили, что невозможно строить котельных. Нет. Но мы знаем, когда строится новая котельная, и существующий старый тариф позволяет уже получать прибыль той организации, которую она строит. С учетом такой ситуации специалисты Минстроя будут вести постоянный контроль за погашением газовых долгов. В случае необходимости устраивать выездные проверки совместно с прокуратурой для установления причины роста долгов. Участники встречи все же не сбрасывают со счетов возможность выделения денег из бюджета на модернизацию объектов. А пока администрации муниципальных районов и городов проведут инвентаризацию потребителей на соответствие начисленных объемов, фактическому объему потребления. Миндрий Ковалев, Татьяна Трофимова, Надежда Яковлева и Сергей Рябчиков. Республика.